МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Итоги на ТВ3. Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. Вначале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Де-факто президент Абхазии согласился на отставку правительства. Тысячи недовольных требуют его ухода. В соглашении об ассоциации с Евросоюзом делегирование полномочий и откровенный игнор премьер-министр не нуждается в указах президента. Донецк в огне. Мятежный город не сдается. Жертвами спецоперации на Донбассе стали более ста человек. Де-факто президент Абхазии согласился на отставку правительства. Тысячи недовольных требуют его ухода. В Сухуми сторонники оппозиции вышли на митинг перед зданием администрации, где Александр Анквап проводил переговоры с лидерами протестного движения, в числе которых председатель форума народного единства Рауль Хаджимба. Около восьми вечера по тбилисскому времени начался штурм здания. Туда проникли несколько десятков человек. Они разбили окна и двери. Некоторое время назад стало известно, что Александр Анквап согласился на распуск. Де-факто правительство. Однако радикально настроенные оппозиционеры намерены добиваться отставки самого сухумского лидера. Мы следим за развитием событий в Сухуми, ну а пока к другим темам. Президент Грузии передал полномочия на подписание соглашения об ассоциации с ЕС премьер-министром. Об этом сегодня утром на экстренном брифинге сообщил парламентский секретарь Георгий Маргалашвили Давид Патарая. Правда, делегирование полномочий одноразовое. Как заявил Патарая, подписание международных соглашений согласно Конституции Грузии входит в компетенцию главы государства. Однако он может передать свои полномочия. Аналитики решения президента встретили с одобрением и отметили, что Маргалашвили сделал конструктивный и смелый шаг и принял правильное решение не выносить внутрипартийные разногласия на всеобщее обсуждение. О том, что 27 июня в Брюссель поедет Ирак Лигарибашвили, стало известно еще на прошлой неделе. Такое решение приняло правительство страны. Примечательно, что в канцелярии президент тогда отметили консультации. По данному вопросу с Маргалашвили не проводились. Как известно, соглашение об ассоциации Грузия-съезд должно быть подписано 27 июня. Этот документ имеет весьма большое значение для страны. Согласно Конституции, заключение этого всеобъемлющего соглашения входит в сферу полномочий президента. В соответствии с 11 и 13 статьями закона Грузия о международных договорах, решение по подписанию этого соглашения принимается президентом Грузии в виде указа, нуждающегося в контрассигнации премьер-министра. Соответственно, сообщаю, что сегодня мы направляем правительству Грузии для согласования указ президента, согласно которому, в частности, президент Грузии наделяет правом на подписание соглашения премьер-министра. Надеемся, что конституционная процедура по договоренности между президентом и правительством завершится в ближайшие дни. Этот вопрос в консультациях не нуждается, это просто уступка полномочий. Соответственно, без всяких консультаций мы уступили это право премьер-министру и подкрепили это все юридически. Мотивация ясна, соглашение имеет очень важное значение для Грузии, споров на эту тему не будет. Этим жестом президент продемонстрировал, кто реально обладает полномочиями для подписания соглашения, а также способен их делегировать. Он прекратил всяческие дискуссии, а также заранее пресек все вопросы касательно легитимности подписи. Реакция премьер-министра не заставила себя долго ждать. Ираклий Гарибашвили заявил, что не собирается заверять подписью указ президента. Премьер-министр подчеркнул, как глава правительства он располагает достаточными полномочиями для заключения международных договоров, в том числе для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Члены парламентского большинства и оппозиции по-разному оценили заявление парламентского секретаря президента. Представители коалиции «Грузинская мечта» с одобрением встретили решение президента о делегировании полномочий. Правда, оговорились. Указ президента – ничто иное, как формальность. Согласно действующей конституции, премьер-министр имеет полное право на подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Впрочем, как отметили некоторые депутаты, Маргалашвили и Гарибашвили по данному вопросу действуют совершенно единодушно и координированно. Иного мнения придерживаются представители парламентского меньшинства. Они считают, что президент подошел к вопросу подписания соглашения об ассоциации более ответственно, чем премьер, и призывают Маргалашвили прекратить выполнять все капризы главы правительства. Ни грузинской диаспоры 2014. Конференция под таким названием стартовала сегодня в Тбилесе. Форум открыли премьер-министр Грузии Ракли Гарибашвили и председатель парламента Давид Усупашвили. На мероприятии присутствовали другие политики. Ни грузинской диаспоры в этом году проходят под эгидой аппарата госминистра. В рамках конференции будут обсуждены многие инициативы. По словам главы правительства, диаспора всегда должна чувствовать поддержку государства, и правительство Грузии работает именно в этом направлении. Отмечу, мероприятие завершится 29 мая. Мы сформировали новую стратегию в отношении диаспоры. С целью большей коммуникации мы создали глобальную сеть соотечественников, с помощью которой сможем более эффективно собирать точные данные о диаспоре. В рамках этой же сети создана онлайн-школа. Наши соотечественники на уроках в онлайн-режиме смогут изучать грузинский язык и литературу, историю Грузии, географию и этнографию нашей страны. Так мы сделаем еще один шаг к сохранению самобытности и родного языка в грузинской диаспоре. Бывший министр обороны не занимался контрабандой спирта. Белийский городской суд сегодня оправдал Давида Кейзерашвили. Бывший глава оборонного ведомства обвинялся в покровительстве незаконному алкогольному бизнесу контрабанде получения взятки в размере 13 миллионов долларов. По данным следствия, свою преступную деятельность чиновник начал в 2007 году, когда занимал пост главы финансовой полиции. За свою помощь Кейзерашвили якобы требовал с предпринимателей вознаграждения, которое увеличилось, когда он занял пост министра. Своими действиями Кейзерашвили нанес бюджет у страны финансовый счет в размере почти 30 миллионов долларов, утверждала сторона обвинения. Давид Кейзерашвили признан невиновным по пункту А второй части под пункту Б третьей части статьи 338 Уголовного кодекса Грузии. Он также оправдан по частям второй и шестой статьи 218. Единственное справедливое и оправданное решение, которое мог принять суд в этом случае, это обвинительный приговор. Мы намерены подать апелляцию. Прокуратура не смогла предоставить убедительных доказательств по данному делу. Суд принял адекватное решение, полностью оправдав моего подзащитного господина Давида Кейзерашвили. Правоохранительные органы Грузии продолжают вести расследование по факту пропажи из МВД страны портативного аппарата для прослушек. Об этом сегодня заявил главный прокурор страны Георгий Бадашвили. Он воздержался от обнародования деталей дела, но пообещал сделать более подробный комментарий 30 мая. Вовремя запланировано в главной прокуратуре мероприятие. Прокуратура расследует данное дело совсем скоро. Мы сообщим вам все детали. Министр внутренних дел Грузии находится в Дарьяльском ущелье. Александр Чикаидзе сегодня ознакомился с обстановкой в зоне стихийного бедствия. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны продолжают поиски четырех без вести пропавших в результате оползня. Также интенсивно проводятся очистительные работы. Спасатели уже вторую неделю находятся в зоне ЧП. К этому времени им удалось обнаружить под завалами земли 9 транспортных средств. Работы ведутся активно. Мы пытаемся найти пропавших. Несколько человек уже удалось найти. К сожалению, они погибли. Параллельно наши сотрудники расчищают дорогу. Примерно 70% работы уже выполнено. Хулиганство или политический произвол? В одном из столичных баров избиты члены оппозиционного единого национального движения бывший высокопоставленный чиновник Зураб Чабирашвили и профессор университета Ильину Дар Ладарьян. По имеющейся информации, последнего облили горячим чаем, а у Чабирашвили разбита голова. Имена нападавших уже известны. Это граждане Грузии Резот Табукашвили младший Георгий Мгеладзе. По факту нападения МВД уже возбудило уголовное дело. Следствие ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии. Умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Правоохранители пытаются выяснить мотивы нападавших. В случае обнаружения политической подоплеки Табукашвили и Мгеладзе грозят общественной работы сроком до 6 месяцев. Если нет, то они могут отделаться штрафом. К нам подошли люди, с которыми я лично не знаком. Сначала они плеснули на удару в лицо горячим чаем, затем этой чашкой несколько раз ударили меня по голове. Ими двигала ненависть к моей политической деятельности. Этот климат в нашей стране укоренили Бедзин Иванишвили и Иракли Гарибашвили. Сегодняшний факт, так же, как и все, что мы наблюдаем в последние месяцы, результат деятельности правительства Иванишвили и Гарибашвили. Политики, которые основаны на насилии, ненависти и безнаказанности. Свыше полутора тысяч выпускников грузинских школ остались без аттестата. По результатам выпускных экзаменов около 4% учащихся 12-х классов не смогли преодолеть минимальный барьер. Таким образом, они не смогут принять участие в национальных экзаменах. А второй шанс получить аттестат у них будет уже в будущем году. При этом, по словам заместителя руководителя Национального центра оценок и экзаменов Ива Миндадзе, предметы были одинаковыми по сложности. Однако, исходя из результатов, ученикам труднее всего было сдавать русский язык и литературу. Продолжаем выпуск. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили получил приглашение на инаугурацию нового президента Украины. Об этом стало известно по итогам телефонной беседы главы грузинского государства, содержавшим победу на выборах в Украине Петром Порошенко. Маргвелашвили поздравил бизнесмена с итогами голосования. В беседе президент Грузии акцентировал внимание на важности проведенных выборов, отметив, что они должны принести Украине стабильность. Кроме того, глава государства упомянул об исторической дружбе грузинского и украинского народа, подчеркнув необходимость углубления добрососедских отношений. Как отметил Маргвелашвили, ведомый прогрессивным руководством Украина и Грузия вместе продолжат следование по историческому пути евроинтеграции. С победой Петра Порошенко поздравил и премьер-министр Грузии Ираклии Гарибашвили. От своего имени, от лица правительства хочу искренне поздравить вас с победой на президентских выборах и пожелать успехов в деятельности на благо Украины и украинского народа. Для Грузии очень ценные ставшие уже традиционными дружеские отношения между грузинским и украинским народами, которые превратились в добрососедские и тесные партнерские отношения между странами. Наши страны объединяют общие интересы и стремления. Грузия и Украина проявляют твердую волю продолжать процесс евроинтеграции, что в конечном итоге принесет нашим странам благополучие и стабильность. Верю, что посредством ваших усилий Украина преодолеет все сложности и продолжит развитие как единое и сильное государство. Что говорится в письме поздравлений премьер-министра Грузии. Досрочные президентские выборы в Украине оценили и в оппозиции. По словам представителя единого национального движения Нукзара Циклаури, они продемонстрировали слабость позиций России на постсоветском пространстве и новый курс Украины в Европу. Циклаури высказался и по поводу распространившейся информации о том, что советником Петра Порошенко возможно станет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также бывший министр экономики Каха Бендукидзе. Представитель главной оппозиционной партии Грузии положительно оценивает их участие в процессах, протекающих в Украине. Я рад тому, что украинские власти понимают, с какими лидерами нужно иметь дело, чтобы страна смогла провести быстрые и эффективные реформы. Все прекрасно знают, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет вести переговоры со всеми политиками в Украине без исключения. И его роль будет значительной. Заявление по этому поводу сделала и лидер избирательного блока Бурджанадзе единая оппозиция. Но Бурджанадзе отметила, что это поражение правящей коалиции, а Саакашвили должен сидеть на скамье подсудимых, а не давать советы иностранным политикам. Ну а власти Украины продолжает антитеррористическую операцию на Донбассе. Она возобновилась накануне, когда стало понятно, что у страны будет новый глава государства Петр Порошенко. Сам лидер президентской гонки сразу после объявления первых результатов выборов заявил, что выступает за возобновление спецоперации на Юго-Востоке. Вчера жесточенные столкновения перекинулись на крупнейший город региона Донецк. На подступах к нему начались бои с применением авиации и артиллерии. Неизвестные люди в масках захватили аэропорт, но позже силовикам удалось взять объект под свой контроль. Причем не без поддержки ВВС. По данным СМИ, ополченцы после боев в аэропорту отступили вглубь Донецка и укрепились в жилых районах. Данные о погибших и раненых сильно разнятся. Силы самообороны утверждают, что потеряли более 50 бойцов, еще столько же по их утверждениям погибло мирных жителей. По некоторым неподтвержденным данным всего число убитых может достигать 150 человек. Ситуацию в Донецке сегодня прокомментировали исполняющие обязанности главы МВД Арсен Аваков и мэр города Александр Лукьянченко. Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери. Значит, у нас потерь нет. Операция с утра продолжается в Донецке. На утро в больнице города находятся 31 раненые, пострадавшие. Из них 4 человека это мирное население. 2 вы знаете убитых среди мирного населения погибших. И 38 погибших участников боевых действий. Россия тем временем вновь призывает Украину немедленно прекратить силовую операцию на Донбассе. Глава МИД Сергей Лавров назвал это задачей номер один и проверкой на прочность киевских властей с учетом результатов президентских выборов. В Москве продолжение операции считают неприемлемым. Сергей Лавров подчеркнул, что задействование армии на Донбассе нарушает условия Женевского заявления. Министр призвал избранного президента Украины положить конец насилию. И если расчет делается на то, что до ожидаемой инаугурации Петра Алексеевича Порошенко армия с использованием тяжелых вооружений национальной гвардии, правый сектор и им подобные подавят сопротивление на юго-востоке и можно будет уже как победителю въехать в Донбасс, то я думаю, что это едва ли создаст хорошие условия для гостеприимного приема в Донецкой области. В самом Киеве продолжают настаивать на причастности Москвы к событиям на юго-востоке. Цитирую, мы имеем дело с нескрываемой агрессией против Украины со стороны России экспортом российского терроризма на территорию нашего государства. Это была цитата Министерства иностранных дел. По утверждению МИДа на Донбассе действуют хорошо подготовленные и вооруженные наемники. Одновременно в Киеве отвергают возможность двусторонних переговоров с Москвой. Как заявил на сегодняшнем заседании правительства Украины премьер Арсений Яценюк, диалог с Россией возможен лишь при посредничестве Запада. Относительно переговоров с Российской Федерацией позиция правительства остается неизменной. В современных условиях двусторонние переговоры без присутствия США и Евросоюза не представляются возможными. С ними только сядешь за стол для двоих обязательно обманут, а потом будут говорить, что так и было с умным и уверенным лицом. Сегодня Арсений Яценюк пригрозил России и судом. Комментируя так называемое газовое дело, премьер-министр заявил, если до 29 мая между «Нафтогазом» и «Газпромом» не будут подписаны договоры о снижении цены на голубое топливо для Киева, то компании встретятся в стокгольмском арбитраже. Украина оспаривает односторонний пересмотр цен на газ. А с апреля тариф повысился с 268 долларов за тысячу кубометров до 485. При этом «Газпром» перешел на систему предоплаты. Киев такие условия не устраивает. Власти Украины заявляют о готовности немедленно оплатить долг за газ из расхода на прежнюю цену. В Москве же говорят, что переговоры могут вестись только в том случае, если до пятницы Киев погасит 2 миллиарда долларов. Мы готовы со своей стороны при поступлении платежей на этой неделе до пятницы продолжить переговоры по определению цены на будущей поставке газа украинской стороны. На этом фоне Украина начинает процесс выхода из Содружества независимых государств. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий. Также, по его словам, принято решение выработать план проведения на территории страны совместных учений украинской армии и союзников гарантов безопасности Украины. Соответствующее обращение к странам-гарантам уже подготовлено. Напомню, 19 марта Украина приняла решение отказаться от председательства в СНГ. В заявлении украинского МИД говорилось, что организация не выполняет своих функций по урегулированию конфликтных ситуаций между странами-участницами и превратилась в инструмент реализации интересов отдельных членов в первую очередь Российской Федерации. Продолжаем выпуск. Активисты Greenpeace заплакировали в голландском порту Ижмуйден буровую платформу Газпрома. Российская компания планировала отбуксировать ее в порт Роттердам, чтобы погрузить на судно и доставить к месторождению Долгинское в Печерском море. Но водолазы экологической организации сковали цепями опоры платформы, лишив ее возможности передвигаться. Экоактивисты также развернули на ней баннер с призывом «Спасите Арктику». Голландские полицейские задержали шестерых участников протестной акции. В движении Greenpeace продолжают настраивать на том, что компания Газпром осваивает арктический шель с многочисленными нарушениями. Противостояние экологов с российским концерном продолжается уже долгое время. Самым скандальным стал эпизод с акции на платформе Приразломная. В сентябре прошлого года тогда против участников Greenpeace были возбуждены уголовные дела. И в продолжение морской темы столкновение двух судов в Южно-Китайском море спровоцировало дипломатический скандал. Китайский корабль протаранил вьетнамскую рыболовецкую лодку. Произошло это в районе, который обе страны считают своим. Да еще и на фоне роста напряженности в отношениях между Пекином и Ханоем из-за территориального спора. В результате инцидента вьетнамское судно пошло ко дну, но все 10 рыбаков, находившихся на борту, были спасены. Стороны уже успели возложить ответственность за инцидент друг на друга. Во Вьетнаме, например, заявили, что китайцы намеренно протаранили траулер. Конфликт между двумя странами обострился после того, как КНР решила возвести буровую платформу в акватории спорных Парасельских островов. В мае в этом районе произошло несколько инцидентов с участием китайских и вьетнамских патрульных кораблей. Непосредственная причина этого инцидента заключается в следующем. Вьетнам проигнорировал многочисленные предупреждения Китая и поощрял опасные действия на море. Мы в очередной раз призываем вьетнамскую сторону немедленно прекратить подобную практику в целях поддержания безопасности, судоходства и промысла. Власти Нигерии установили местонахождение похищенных исламистами школьниц, но из соображений безопасности не придают информацию огласки. От идей штурма базы группировки Боку-Харам, где удерживаются заложницы, военные отказались, поскольку силовая операция привела бы к неминуемой гибели девочек. Вместо этого власти создали переговорную группу, в которую вошли три человека. Бывший член экстремистского движения, журналист, пользующийся доверием боевиков, и австралиец, известный как опытный участник переговоров по освобождению заложников. Напомню, около трехсот школьниц были похищены на севере Нигерии более месяца назад. Позже части пленец удалось бежать. Марка Цукерберга вызвали в иранский суд. Основателю социальной сети Facebook хотят задать вопросы в связи с поступившими жалобами пользователей приложения Instagram и WhatsApp на вторжение в личную жизнь. Впрочем, вероятность того, что Цукерберг явится в суд, крайне мала. Между Ираном и Соединенными Штатами нет договора об экстрадиции. 23 мая другой суд в Тегеране вынес решение о блокировке социального сервиса Instagram, мотивируя это тем, что он может нарушать неприкосновенность личной жизни. Еще раньше был закрыт доступ и к Facebook. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. Студия работал Владимир Унанянс. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова